Минувшую субботу глава Чувашии провел в Яльчикском районе. Там подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за шесть месяцев. Дела и планы. Как и в любом муниципалитете, на совещании, собравшем актив района, говорили о том, что сделано и о том, что предстоит. В селе Лащ-Тайаба, например, открылся новый храм Рождества Пресвятой Богородицы. Его очень ждали все верующие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в праздничном богослужении. Службу совершил управляющий Чебоксарско-Чувашской епархией Владыка Варнава. Фундамент нового храма был заложен еще семь лет назад. Теперь здесь работает воскресная школа и православный клуб юных патриотов. То, что сегодня Лащ-Тайаба открылся прекрасный храм Рождества Пресвятой Богородицы, это очень важно. В военные годы где-то было закрыто, но предприниматели данных населенных пунктов, данной территории, по-другому посмотрели на жизнь и решили за счет спонсорской помощи, используя метод НИМЕ, открыть данный храм. Добрая и созидательная сила дает дополнительную энергетику для того, чтобы развивать экономику, для того, чтобы жить с соседями, с друзьями, в мире и согласии. В селе Большие Яльчики открылась новая дорога по улице Яковлева. Староста села Елизавета Ахмерова говорит, что наконец-то деревенская жизнь в резиновых сапогах осталась в прошлом. Итоги социально-экономического развития Яльчикского района заслуживают высокой оценки, считает глава Чувашия. Здесь успешно справились с проблемой аварийного жилья и капитальным ремонтом многоквартирных домов. В сельских школах созданы современные условия для обучения. Что касается сельского хозяйства, то в этом году собран рекордный урожай – 61 140 тонн. Успехи, на самом деле, у вас очень хороших. Вот по баловому сбору оружия и зерновых культур мы в прошлом году были, смотрели, я снова и в этом году, потом во время ухода. Это вообще историческая победа. Бала в руках, что пахнут хлебом. Глава администрации Яльчикского района Николай Милин считает основной задачей властей повышение качества жизни населения, улучшение демографических показателей. В районных предприятиях разного статуса работает немало молодых специалистов. По программе «Земский доктор» в лечебные учреждения приехали 10 врачей. При всех положительных моментах социально-экономического развития района неформальная занятость остается одной из основных проблем. 19 организаций и индивидуальных предпринимателей выплачивают заработную плату ниже минимального размера оплаты труда. А в консолидированный бюджет Яльчикского района на 1 августа доходов поступило на 47% ниже запланированного. Из чего же состоят доходы района? В основном это налог на доходы физических лиц, 49% ЕНВД, неналоговые доходы. Вот три вида доходов, в основном три кита, на котором строится этот муниципальный бюджет Яльчикского района. 77% – это три вида доходов – дают в целом бюджет. Соответственно, если будем усиленно этими источниками работать и обеспечим мы постоянный темп роста и обеспечим мы стабильное поступление. На совещании глава Чуваши рассказал о том, какая работа ведется по укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы. К 2025 году в республике будет построено и реконструировано 32 школы. Будут создаваться благоприятные условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций. Для открытия новых производственных площадок и создания высокотехнологичных рабочих мест. Родион Архипов, Олег Якимов. Республика.